Нереальная политика Нереальная политика Нереальная тема, на которой мы можем поговорить с Анфисой Чиховой, конечно, это Олимпийские игры 2014 года в Сочи. В смысле, ты имеешь в виду, что она могла бы стать символом этих Олимпийских игр, если бы все состояло. Если бы меня потом отправляли как мишку в небо и вся страна бы плакала от этого, я не знала. Вы обе могли бы поспорить за это. Команды лучше вдвоем, ты знаешь, в современном контексте лучше больше, чем меньше. Нас бы тоже запустили. Читала я вашу нехорошую статью, Андрей. Ну, наверное, и не одну. И не одну. Вы знаете, последняя была о том, что только один человек радовался тому, что все-таки возможно что-то произойдет. Ну, как бы встреча с Владимиром Владимировичем Путиным, это господин Потанин. Вот все остальные были грустные. Господин Потанин, между прочим, один из немногих, кто все-таки закрыл своей грудью, вообще говоря, вот эту сучинскую тему сейчас. Человек-гора. Владимир Потанин, человек-гора. Во-первых, он строит горнолыжную трассу, во-вторых, он получил 540 га. Да-да-да, я читал. Во-вторых, там будет в-третьих уже трасса для сноуборда, он тоже строит. Олимпийскую деревню он тоже строит. И это ощущение недалеко от истины, что больше никто вообще ничего не строит и строить не собирается. Да. Ну, мы можем там еще поговорить про Газпром немножко, еще вот эти немножко. Но пока человек-гора на сочинской олимпиаде, господин Потанин. И вот я на днях вернулся в Сочи, я всего-то еще в этих репортажах не написал. Там же люди-то, просто не успел, там люди-то уверены в том, что не будет ничего. Вот с этого момента, если можно, сейчас подробно. Вот люди, которые живут в Сочи, они говорят, какая олимпиада, откуда здесь у нас в Сочи возьмется олимпиада. Ну, покажите, ну, вот полтора года уже прошло. У нас, с момента, как нас объявили олимпиадой, да, а у нас же нет ничего. И более того, вот мы не уйдем с этой земли, потому что они не хотят, чтобы мы ушли с земли, на которой будут олимпийские объекты. Потому что нам не хотят давать денег, которых мы заслуживаем. Нет, подожди, сейчас, да. Хотим, чтобы мы ушли с этой земли и так далее, да. Вот никто сейчас, вот я ответственно, вот беру на себя смелость сказать, никто в Сочи из тех, кто там живет, включая, наверное, и руководство Сочи, я рискну просто предположить, да, не верит в то, что эта олимпиада в Сочи произойдет. Вот проживем мы, как вы считаете, без этой олимпиады, да, будет олимпиада в Сочи или не будет? На самом деле, русский, русская национальная черта характера, это очень долго запрягать. Соответственно, сколько я живу в России, я наблюдаю, ну, а живу я в России, собственно говоря, с рождения, 30 лет, вот, я наблюдаю постоянно одну и ту же картину. Мы всегда очень долго запрягаем. А делаем, в конце концов, все это за кратчайшие сроки, когда уже подопрет. Вот, так же, начиная со студенческих лет, все студенты сдают экзамены, в последнюю ночь готовятся все, все остальное время прогуливая все занятия. Точно так же у нас строятся здания, которые стоят годами. А потом вдруг взяли и врухнули? А потом вдруг в одночасье взяли, нет, не обязательно. Кстати, рухают очень часто здания, которые, насколько я знаю, довольно в короткие сроки строили. А я лично наблюдала очень много зданий, еще с моего детства. Знаете, когда в детстве играешь во дворе, обязательно есть какая-нибудь стройка там. Эта стройка проходит все детство, ты вырастаешь, приходишь, о, родная стройка, все строится. Неважно, котлован, стройка, она, в общем-то... А потом вдруг, вот у меня было так в родном, в моем районе Тушино, всю жизнь эта стройка, это было просто место, о котором рассказывали сказания. Все было замечательно. Вдруг я приехала, буквально год отсутствовал, приехала, а там стоит здание. Выстроили за 30 лет. Выстроили за 30 лет, но все это сделали за год. А котлован стоял сколько? В Сочи будет та же самая история. Через 30 лет? Через 30 лет там вдруг возникнет... Ну а что вы боитесь? Олимпиаду нас строят. Другое дело, что потом все это обрушатся, после того, как Олимпиада пройдет. Но к Олимпиаде все будет готово. Нет, подожди, подожди, сейчас по поводу Тушино. Ты понимаешь, что в Тушино западные инвесторы не приходили, понимаешь, и западные компании в Тушино не строили. И инспекции МОК там с такой регулярностью не бывали, как в Сочи. То есть ты сейчас хочешь сказать, ты с полной ответственностью говори, что иностранцы больше не хотят строить в Сочи? Ну, нет, я про иностранцев сейчас не буду ничего говорить. А они будут строить в Сочи? Иностранцы, иностранцам все труднее и труднее, мне кажется, объяснить, что им надо что-то строить в Сочи. Иностранцами, которые хотят что-то строить в Сочи, сейчас являются, конечно, абхазы. Вот они готовы строить в Сочи. Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что он построит в Сочи. Что-то я не помню, что он хотел построить в Сочи. А, гостиницу. Гостиницу, да, да, да. Гостиницу для беларусов, которые приедут на время Олимпиады. Он готов вложиться в Сочи. Казахстан, наверное, что-нибудь построит. Казахстан? Нет, что-то я не слышал. А Насыпной остров знаменитый, ты знаешь, да, что там, как в Египте, будет знаменитый Насыпной остров? Это в проекте? Да, в этих проектах Эрика Ивана Герата, да, в их существовании может убедиться всякий, кто приедет в Сочи. Потому что есть постоянно действующие выставки, да, на которых развернуты экспозиции Сочи-2014. Это восхитительное зрелище. Вот я думаю, господин Путин, который регулярно, чаще других, осматривает эти выставки, да, но он видеть этого всего уже не может, да, потому что выставки-то не меняются, да, а он приезжает, и все время нужно что-то демонстрировать, каждый раз. А выставка одна и та же все время? Ну, показывают одни и те же объекты, да, одни и те же макеты, ну, может быть, их обновляют. Перекрашивают. А потому что больше показать нечего. Нет, ну подожди, Андрей, в Англии тоже была большая проблема и скандал по поводу того, что рассчитывали на 4,8 миллиарда, в итоге вышло 18,6, если не ошибаюсь, Олимпиада, правильно? Вот олимпийский проект. То же самое, как бы говорили и про китайцев, то же самое говорят о Ванкувере. Про китайцев не говорили ничего. Нет, ну у них тоже бюджет оказался лучше. В Ванкувер уже готов к олимпийским играм. Ну тоже люди недовольны, согласись, тоже везде бюджет. В Ванкувере? Да. Я что-то там не видел массовых акций протеста в Ванкувере. А в Сочи все прям выступают? Как и в Лондоне тоже. А в России просто любят протестоваться? А в Сочи, да. Прям люди стоят на улице и говорят, дала Олимпиаду? Ты вот читала же, может быть, обратила внимание, что там история про митинг протеста. Ну уже начинается, конечно. А очень хочется, ну это мечта, вот у меня, честно говоря, вот тоже мечта. Да, я хочу, чтобы в Сочи эти игры состоялись. И у меня, человек немножко, вот как журналист, включенного в эту историю, у меня настоящий такой полноценный страх появился сейчас. Особенно после последнего раза, что ну ничего. У нас, это игры, которые у нас реально могут отобрать. Вот Украине оставили футбольный чемпионат, да? Министерство, я тоже, я думал, ну может быть, справедливость в острожеству. То есть, чтобы у них отобрали, да? И отберут, я думал. Нет, им-то оставили, хотя они точно так же не готовы. А вот у нас могут отобрать. Потому что на Украине провести больше некуда, там сейчас уже, я думаю, уже времени просто нет. Только Украина и Польша проведут. А у нас, Корея, это готовится сейчас к Олимпиаде 2014 года. Понимаете? А объект это строится. Подожди, давай обо всем по порядку. Вот скажи мне, как ты считаешь, нам важна Олимпиада в Сочи? Мне лично? Не очень. В Сочи все равно, где она будет проходить? Не, ну подожди, то что у нас в стране выигрывает. Ну и что? А что, ну, это как? Ты была в Сочи, когда ты была в последний раз? Нет, я никогда не была в Сочи. Никогда не была в Сочи. Нет, я боюсь, что в Олимпиаду не приедет. И в Олимпиаду 2015 года. Нет, вы что, у меня фобия, боюсь толпы, когда если будет по улицам ходить сотни людей, стадионы, толпы, нет, это не для меня. Как ты к нам пришла на передачу? Вашли толпы, Синочка. По улице ты шла? Я без машины тихонечко одна подъехала. Ну подожди, когда была, знаешь, сидела на твоем месте Гарик Сукачев, сказал мне, когда, конечно, сказали, что в России будет, когда ночью какое-то решение было принято, и передали его, все, говорите, чуть-чуть, ну, как бы, у меня такое чувство было, у меня чувство гордости. Ну, вообще, когда объявили, что Олимпиада наша, я уже знала, это люди, которые, собственно, туда поехали. Выступили в смысле? Туда поехали. Нет, нет, что Олимпиада наша будет в Сачах, ну, что Олимпиада в Сачах будет наша. Ой, до последнего момента. Эти люди туда поехали, и там находились, и оттуда. И даже выступали там? Выступали? Ну, там была один выступающий, который, да, речью. Нет, с презентационной речью, может, они не выступали, но они там были. Рядом стояли. Ну, имели, да, непосредственное отношение. Представляешь, Андрей, вот сколько ты ездил с Владимиром Владимировичем, а ты не знал, что, оказывается, он когда выступал. Ну, да, мне казалось, что все решалось там в последние две ночи, да. Ну, в общем, мне заранее сказали, что Олимпиада будет наша, не переживай. Чего это было еще гораздо заранее? Ну, как-то, я не знаю, может, этот человек просто предсказательный, но я, в общем, была в комиссии. Мне кажется, что многие из тех, кто действительно имел к этому отношение и очень хотел выиграть эту заявку, они просто себя убеждали с такой страстью, да, что, да, мы сделаем это. Ну, ты радовалась? Что часть вот этого попала и на вас. Честно говоря, я не... нет. Да ладно. А надо было? Я просто, может, чего не знаю. Нет, слушай, ну, посмотри. Ну, подожди, вот почему как бы, да, там... Гораздо больше я радовалась, когда Евровидение выиграли, чем Олимпиаду. Я не знаю, почему, но как-то я... У меня вообще странновато, как в нашей стране может проходить Олимпиада при таком вообще запущенности и спорта, и стадионов, и все, все, все. Ну, так вот, мы же про это и говорим сейчас. Битой человек, умнейший. Я была в шоке, значит, ну, понимаешь, да, чтобы стройка состоялась, чтобы вообще Олимпиада прошла, нужно построить огромное количество объектов. Я читаю, значит, изношенность заводов, изношенность всяких комбинатов, которые осваивают полезные ископаемые в Сочи составляет, товарищи, 80-90%. То есть, по большому счету, ничего практически не работает. А если работает на 10%, то есть ничего, как бы, никакой там цемент, стройматериал создать там и на месте построить, сейчас пока это невозможно. То есть, прежде чем вообще начать какую-то стройку, то есть нужно построить, перестроить заводы, получается. Ну, это понятно, у нас в стране вообще все нужно перестроить, прежде чем у нас здесь хоть что-то начнет работать. Да, я просто езжу по регионам, я, может быть, не была в Сочи, но, в принципе, я по стране-то езжу довольно часто, и я вижу, в каком состоянии все в России. В Москве, если жить, как бы, не выезжая, здесь еще худо-бедно что-то работает. Нет, ну, ты понимаешь, к Сочи же отдельное было отношение, то есть, что Сочи для меня, ну, как было таким воодушевляющим. Когда выбрали Сочи, я поняла, почему выбрали Сочи, потому что после Москвы, Питера и других регионов, понятно, что тогдашний президент Владимир Владимирович Путин хотел, чтобы и Сочи, имея очень знаковое значение для страны и все предпосылки, как Краснодарский край, для того, чтобы быть лучшим в стране, как бы, да, там, и приносить большую пользу стране в целом, был выбран как объект, чтобы туда инвестировали, строили и впоследствии это работало. Я думаю, чтобы курорт у нас был, в конце концов, мы ездим в эту Турцию, которая, в принципе, от нас так же, как и Сочи, по расстоянию находится, там, плюс-минус полчаса, и почему мы ездим туда, почему не в Сочи, с теми же ресурсами, с той же погодой. Дальше, это странновато. Да, это у нас вопрос-то, почему это в Сочи? Нет, я знаю, почему, потому что в Сочи невозможно отдыхать, там просто сама система, вот, вот, сфера обслуживания, она чудовищная. А ты там отдыхал? В Сочи? Да. Я там, просто, я там живу. Да, расскажи мне, в какой гостинице ты живешь, Андрей Колесников? Живу в прекрасной гостинице. В родине, правильно? Да. Которая, 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 нет, в родине. В родине. Я живу в прекрасной, я не договорил, в прекрасной гостинице, под названием Дагомыс. Дагомыс, хорошая. Нет, да, Дагомыс выиграл какой-то конкурс мировой среди трехзвездочных гостиниц. Правда, люблю Дагомыс, я очень люблю Сочи, я очень хочу, чтобы эта Олимпиада там все-таки прошла. Вот, может быть, и Дагомыс приведут в то состояние, когда мне будет казаться, что это, то самое, халатик новенький. Мне кажется, невозможно в рамках нашей страны. У нас самая большая проблема-то как раз, вот, ну, да, наверное, будет банальностью сказать в дураках и дорогах, да. Вот, дороги, понятно, там, строить в России бесполезно хорошие, и также как бесполезно рассчитывать, что на что-то изменится в сфере обслуживания, что у нас, наконец, вступит, клиент всегда прав, вот это вот известное высказывание в силу, что у нас будет комфорт, что у нас будут работать сочницы для того, чтобы всем туристам хорошо отдыхалось. Нет, не будет этого никогда. Не, ну, подожди, вот смотри, я хочу попытаться сама с собой, знаете, даже поспорить, может, вы меня убедите. Вот я приезжаю в Сочи, я в Сочи часто бываю, и я приезжаю в Сочи, у меня поселили гостиницу «Жемчужная», я не люблю гостиницу «Жемчужная», потому что у меня всегда возникает вопрос, почему ее нельзя отремонтировать. Там вот два этажа при мне, во всяком случае, были отремонтированы, и сервис страшнейший, то есть я не успеваю зайти в номер, мне тут же говорят, срочно заплатите за бар, я говорю, но я еще не выезжаю. Я говорю, вы знаете, друзья, есть мировая практика, чек-ин и чек-аут, я только чек-ин, куда вы меня выгоняете, я еще не уехала, когда я буду уезжать, я за все заплачу. Ну, я тогда, помню, пожаловалась мэру Сочи, тогдашнему Виктору Колодяжному, и он меня мгновенно катапультировал в гостиницу «Родина». И вот у гостиницы «Родина», хочу вам сказать, сервис замечательный, ты попадаешь просто в параллельное измерение в Сочи. Так вопрос, вы не верите в то, что, возможно, в Сочи построить все по принципу гостиницы «Родина»? Почему? Так, дело все в том, что в любой стране в мега-пятизвездочном отеле всегда супер-сервис. Но уже в Сочи? Да, но я же говорю про то, что в Турцию люди едут, и в три звезды с хорошим сервисом. У нас, к сожалению, население, поехать в российское, не может в гостиницу «Родина» себе позволить поехать. Это, я с тобой не знаю, они не могут. Да, конечно, но смотри, я читаю и слышу, что создан комитет при президенте, правильно? Из 12 человек, из которых один президент и 11 наблюдателей, правильно? То есть президент лично, отдельно вообще-то это Олимпстрой. Все эти не наблюдатели, они же и главные участники. Вот, Олимпстрой, есть одна крупная корпорация, которая должна строить Сочи. То есть получается президент... Но господин Колодяжный, мой хороший знакомый, который мне спасибо, что катапультировал в «Родину». Который в случае чего всех катапультирует в эту же гостиницу «Родина». Да там не по-фестнице все. Которые сколько там, да, 40 номеров, если не ошибаюсь. Да, но это бутыль... К сожалению, если там официанту или какому-то послушивому персоналу даешь чаевые, какие обычно дают гостиницы «Родина», начинающиеся там от 100 евро, да, тогда, естественно, все хотят работать и сервис супер-мега. А если это гостиница среднего уровня, там, 4 звезды, люди там не могут позволить себе такими деньгами бросаться, то все и сервиса нет. Нет, товарищи, подождите, самый главный вопрос. Где деньги? Где деньги? Ну давайте, да, найдем. Вот полтора... Нет, подожди, полтора года инвестиций... Сейчас будем искать деньги. Нет. Знаешь, это вот самое безнадежное сейчас занятие, вот сейчас искать деньги, да. А полтора года инвестировалось туда что-то, ты же знаешь. Ну, конечно, там огромная сумма уже инвестирована. Что построилось? Ну, нет, если ты будешь спрашивать кого-нибудь, что там сейчас делается, тебе объяснят все. Сейчас уровень, значит, проектов. На это выделяются действительно огромные деньги. Вот на проектирование этих объектов. Просто вдруг, в какой-то момент, когда всем кажется, что вот сейчас уже, вот сейчас вот начнут копать фундамент, вдруг тот же господин Путин встречается с экологами, и после этой встречи этот объект, в который деньги еще были зарыты не физически, да, а, ну, как бы в бумагу были зарыты, да, вот деньги огромные, вдруг переносится вообще в другое место. И международную долину не переносится? И все надо начинать заново, да. Я имею в виду Сан-Бабслейную трассу, например, да. Взяли ее и перенесли просто пару месяцев назад. Теперь вообще с нуля все начинает, да. Нет, хорошо, Андрей, но объясни мне, вот, например, деньги, там же есть же какие-то тендеры, наверное, правильно, компания, которая разрабатывает проект. Вот сейчас, вот эти тендеры тоже, к сожалению, вот они идут и идут, идут и идут. А иностранных инвесторов становится все меньше и меньше. А когда иностранных инвесторов все меньше и меньше, вот тут-то... Подтанено все больше и больше. Ну, это еще, кстати, неплохой вариант. Но тут-то вот, когда их становится меньше, тут-то и возникает самое большое у меня вот подозрение, что, вообще говоря, они почувствовали ли они первыми, да, первыми. И не стонущего ли корабля, они соскакивают. Просто... Я думаю, что логично, что они соскакивают. Потому что то, как делается бизнес в России иностранным инвесторам, к сожалению, мне кажется, толком никогда не понимают. И так же будут делаться и похожие и эти игры, да? Потому что все западные компании, все западные продюсеры и все западные, собственно, крупные менеджеры, которые сюда приезжают и пытаются делать что-то свое по своим правилам, уезжают, не солны нахлебавшись. Потому что в России большие деньги могут делать только русские, на мой взгляд. Какая фраза пронзительная? В России большие деньги могут делать только русские. Потому что есть специфика, не только специфическая нация. Я думаю, несколько нефтяных компаний мировых могли бы вот поспорить с этим утверждением. Я думаю, что и ТНК, и Royal Dutch Shell, они, может быть, и не согласились бы. Ну, может быть, стоит получше узнать, кто у них там занимает руководящие посты, может быть, все-таки это русские? Да? Ну... Или советники, кто их консультирует? Нет, там наших ребят, к сожалению, маловато. Ну, сейчас вот после истории с Робертом Дадли и ТНК, БП, их, наверное, будет побольше на одного человека. А Роберт Дадли так и сидит у себя, да? Хорошо, что он у себя сидит еще. Еще Роберту Дадли очень сильно повезло, что он сидит у себя, а не у нас. Слушайте, ну, возвращаясь к проблеме Сочи, вот все равно, ты понимаешь, ты, ну, как бы, мурак это навел, всего полтора года вроде прошло, до 14-го года, в принципе, еще жить и жить. Шесть лет. Забьет озноб, вот, Тина, уже я серьезно говорю. Что тебя там так испугало? Я вот разговариваю с чиновниками, да, они мне говорят, еще полгода назад, это будет лучшая Олимпиада. Сейчас они публично говорят, в принципе, то же самое. Самая современная Олимпиада. Потом ты разговариваешь с каким-нибудь чиновником, и он тебе говорит, на все твои страхи и сомнения, потому что они, черт возьми, вот они искренне, да, но я боюсь очень, что не будет у нас этой Олимпиады. Они говорят, уже совсем без энтузиазма, в общем, глядя в сторону, не, ну, не можем же мы построить. Не, ну, как-то же мы это все построим. Почему нет? А 12 миллиардов куда денется? Я понимаю, боже мой, да нет, они не... Не, подожди, а технически, чтобы я понимала, вот 12 миллиардов, это официальная сумма, которая называется, которая пойдет на Олимпиаду. А подожди, вот если, допустим, Олимпиады не будет, то 12 миллиардов куда денется? Или та часть из 12 миллиардов, которая потрачена? Я думаю, что уже потрачена половина сумма, 12 миллиардов. Не, ну, про это уже, про это уже, господин Медведев, Путин... На прекрасные тиночка украшения. Не ворвуйте, господа чиновники, не покупайте дорогие украшения. Девушкам, да. Да, девушкам, не покупайте дорогие машины и дачи на Сардинии. Осваивайте сочинское побережье. Ну, так на самом деле, что сказали Путин и Медведев вот из того, что тебя, например, пронзило и забил ты тревогу? А господин Путин, например, поскольку он вот вплотную занимался сейчас в Сочи, вот только что вернулся, встречался, проводил совещание по этому поводу, он же высказался недавно по поводу Олимпиады в Сочи. В рамках общей, значит, ситуации, сложившейся вот после юго-осетинского кризиса, он же сказал, господи, ну не возьмут нас в ВТО, да и не надо. Исключат из восьмерки? Да, допускай, исключают. Лишат нас Олимпиады в Сочи? Да не очень-то и хотелось. Значит, здесь, я считаю, на самом-то деле, все готовы идти до конца. Мне это напоминает, извините, что немножко образно мыслю, напоминает сказку про Емелю, которая лежит на печи, да, ну-ка печь, неси меня туда, ай, не очень-то хотелось. Вот мне кажется, вот это вот наш русский менталитет, к сожалению, мы все время ждем какого-то чуда, печь сама пойдет, сама пирожки напечет, гостей созовет. Вот, и, в общем-то, вот эта вот позиция, что они очень-то и надо, я напечелю зубносу, ковыряю, она как бы очень-очень близка нам испокон веков, и что с этим делать? Ты же сейчас обратила внимание, как мы ищем вот эту национальную идею, то, на что мы будем опираться, да, наши нацпроекты, то, что важно для всего, ну-ка, а как? Какая у нас национальная идея, скажите мне? Нет, ну, потому что Олимпиада же всех должна была объединить, правильно, все на Олимпиаду, все на победу. Ой, Тина, мне кажется, прошли уже те времена, когда такие вещи кого-то объединяли, это все в те далекие, когда Мишка взлетал, тогда это всех объединяло. Слушай, ну подожди, хорошо, рейтинги наши телевизионные, посмотри, когда показывают какой-нибудь чемпионат Европы по футболу, ну, вся страна смотрит чемпионат Европы по футболу, конкурентно только выступление президента. Смотрят, может, вся страна делает для того, чтобы состоялся чемпионат для футбола. Ну, смотри, нет, как раз насчет футбола, я тем не могу сказать, что совсем другие результаты. Ну, если Олимпиада будет все-таки в Сочи, то вся страна поедет в Сочи, чтобы быть причастной к этому, вся страна смотрит у телевизоров. Ну да, в Сочи я не поеду, но я буду смотреть у телевизоров, все будут болеть, кричать. Мы знали, что мы все сделаем, но когда это все в процессе, что, как это может объединить всю страну, я не понимаю. Не, ну, уже если исходить из того, что люди, которые живут в Сочи, вот в тех называемых там самопальных постройках, как это, да, там, называется, и которым надо куда-то переехать, и которые не хотят переезжать туда, куда им предлагают. Если вот эти люди останутся в Сочи, они, естественно, останутся, они же горожане, эти-то, конечно, вряд ли будут кричать. Я думаю, что для сочинцев Олимпиады это большая проблема и большое неудобство, и как раз думают, это вот эти жители несчастные. А пекинцы-то как? Скажи, Андрюш, а пекинцы как? Там же тоже была сложная ситуация, или там все легко сразу поперестроилось? Ну, в Пекине-то попроще с этим было. В Пекине все-таки другое государственное устройство, да? А девочка-то их маленькая, по которой, вот, видишь, которую все обсуждали. Ну, какая девочка? Ну, девочка, помнишь, которая пела на открытии Олимпиады, был грандиозный скандал, очень красивая, с голосом ангельским, а потом откопали, что голос отдельно, девочка отдельно. Голосы другой девочки. Нет, в Китае все-таки есть государственная машина, да, с их плановой экономикой, которая последние там 6-7 лет была полностью ориентирована на Олимпиаду. Они не видели ничего, они видели впереди только одну цель, вот эту свою Олимпиаду. И у меня еще и поэтому такие страхи в связи с грядущей Олимпиадой в Сочи, потому что я провел 3 недели в Пекине, я видел. А до этого приезжал в Пекин с регулярностью, может быть, там, раз в 2 года, начиная лет за 6 до этой Олимпиады. И я видел, что происходило каждый раз с этим городом. Сначала, значит, это был серый, унылый, ну, такой вот, такой вот Магнитогорск такой вот, да. Потом, через 2 года, он превратился в огромный котлован, да. Еще через 2 года из этого котлована стали выстреливать такие небоскребы, да, один за другим. Появились эстакады, развязки какие-то сумасшедшие, там, 6 колец в Пекине, да. Вот здесь все. Никаких пробок. Вот Владимир Путин сказал, что никаких пробок в Сочи не будет. Вот там, в Пекине, реально не было никаких пробок. В Сочи, я знаю, можно тоже добиться этого эффекта, но придется запретить просто всем выезжать. 16 дней никто с места не тронется, да. И это в результате будет сделано такими же методами, в итоге, как в Китае. Вот рыночная система, она, вот сейчас, конкурсы идут там, не конкурсы, очень быстро, мне кажется. Вот, ну, еще там год пройдет, да. И если все поймут, что и правда тучи нависли на Сочи 2014, да, ну, это самое, все эти тендеры и всю эту рыночную экономику, которая приведет нас к триумфальной победе на Сочи 2014, у нас просто, вот, это самое, госплан будет в отношении Сочи, да. И мы, да, всех порвем, не исключено, что все сделаем, но в рамках такой же жестокой административной системы, как это было в Китае, мы придем в итоге к этому, но я-то боюсь, вот, опять же, из чего состоит мой страх, вот, составляющая этого страха, да, что уже поздно, что это уже надо было делать вчера. Чехова говорит, не поздно, слава богу. Чехова, понятно, почему это говорит, она туда не едет. Вообще, ей не нужна эта Олимпиада. Лицом к лицу, лица не разглядеть, большой видеть на расстоянии. Просто, чем больше мы вовлекаемся в проблему, тем больше мы из-за нее переживаем. А когда смотришь на это отстраненно, ты видишь, как бы, собственно... Но вы же понимаете, что у нас не могут отобрать эту Олимпиаду, вот. Но это было бы больно, это и вам было бы больно. Вот завтра объявят... А им не больно, правильно я понимаю? Объявят, что вот тебе Корея, Олимпиаду. Вот прекрасно. По крайней мере, ну, как-то буду смотреть на Олимпиаду в Корее. Ты понимаешь, что тебя сейчас все гастарбайтеры страны возненавидели? Потому что там, говорят, почва должна была быть где-то 5000 долларов. То есть это же огромное количество трудовых мест, понимаешь, это огромное количество людей, огромное количество работы, да, которое предоставлялось людям. Люди бы жить стали по-другому. Что ты сейчас так на меня смотришь? Да я просто думаю о том, что ты говоришь, что все гастарбайтеры страны... Я предлагаю сочинцам, слава богу, интернет-телевидение с тобой. Сочинцам вывести... Не все гастарбайтеры страны сейчас смотрят. Интернет-телевидение с... Мы сейчас не на канале ШТС. Сочинцам вывести в Молдавию, а молдаван завести в Сочи. Ну, ввечем... И все будут счастливы. Ну, кстати, в этом, кстати, такое, после какой-то... Ну, это уже возможно. Сталинский, кстати, подходят. И одних вывести. Сочинцы в один день родилась. А вот-вот-вот. Все думаем уже примерно в одном направлении. Санкт-Петербургом, по-сталински. Да и ты с нами согласишься. Нет, я тебе могу сказать, с чем я категорически не согласна и чего я жду. Я не люблю отдыхать в Сочи. И я говорила об этом всегда. Потому что, когда я приезжаю в Сочи, например, я всегда боюсь садиться в машину. Потому что все мои знакомые попадают в аварии в Сочи. А уж кто как не я боится попасть в аварию, и уже тем более в Сочи. Почему? Потому что очень плохое движение. Огромное количество машин старых, которые едут в потоки. Иномарки, Волги сумасшедшие просто. Иномарки новые. Иномарки новые, а Волги старые. А Волги старые. Конечно. Может быть, Сочи имела бы какую-то пользу развивать экстремальный отдых, туризм. Понимаете, вот эти вот наши частные корпуса, старушки, которые сдают комнату. Сделать только вот из этого фан такой большой, мировой. Приезжайте, экстрим отдых, экстрим туризм. Слушай, ты так договоришь, если наркотики легализуете в Сочи, как в Голландии, в отдельном городе России. Прекрасно. Прекрасно, кстати. Плохая идея, Тина. Нет, ну... Давайте ее лоббировать как-то. Нет, просто... Уже начинаем, наверное. Да, проституцию там легализуем. А что? А по-моему, она тоже легализована. Она там вовсю легализована, но мы ее законно легализуем. Будет такой хороший экстрим отдых для иностранцев потянутся. Срочные инвестиции будут у нас в Сочи. Слушай, ну ты понимаешь, да, как легко проблемы в Сочи решили. А нельзя как-то Анфизу Чехову предложить в комитет 12-ти. Все, о чем вы говорите, это уже в Таиланде давно есть. Все, он закончился вообще государственным переворотом. Недавно, и все. К чему вы нас призываете? У них вся страна такая. Я предлагаю только в Сочи сделать маленький Таиланд. Оазис Таиланда в России. Оазис, конечно. А что, чем-то же должно быть в Сочи брать за душу? Сервисом идеальным не возьмет. Краснодарскому краю будет такой оазис, будет игровая зона Азов-Сити. Вот все туда. Но это, подождите, это игровая зона. Я говорю про совсем другую. Я говорю, зона комфортного экстремального туризма. Когда было принято решение о том, что Олимпиада в Сочи все-таки состоится, ты был там, в этой команде? Нет, я был в это время в Гватемале. Ты был в Гватемале? То есть ты был там, в связи? То есть я был в команде, это будет, мягко говоря, преувеличение. Ладно, ты был в Гватемале. Скажи, пожалуйста, где ты находился в момент, когда было оглашено решение? В тот момент, когда было оглашено решение, я находился, ну, по сути, там, где оглашалось решение. Ты помнишь свою первую мысль и первые разговоры вокруг тебя? Не, не помню, потому что я так радовался, я так кричал, вот, и так сказал, что я ничего не понимаю. То есть ты... Да, как ребенок. То есть ты так... Как будто мы вот уже выиграли всю эту Олимпиаду. И, в принципе, уже можно даже и не поводить. Да, я был абсолютно счастлив. А ты тогда понимал, вот тогда у тебя были сомнения по поводу того, что город Сочи, очень непростой город, Эмеретинская долина, стройка? Я вот тогда, я был совершенно убежден, когда немножко остыл, я понял, ну, 7 лет до этой Олимпиады, и, ну, они в лепешку расшибутся, но они всем докажут, как они могут сделать эту Олимпиаду. У меня была полная уверенность, что это и правда будет лучшая Олимпиада. И что вот этих вот потупленных взглядов в сторону, и, ну, все-таки, ну, построим же, ну, что мы же не построим? Я тогда и представить себе не мог. Ну, у нас вообще в России все пытаются в лепешку расшибиться, чтобы снять самые лучшие фильмы и утереть всем за нос, чтобы сделать самые лучшие концерты, премии. Но, в результате, получается же, что получается, собственно, так почему же вы такой мечтатель? Да, скажи, Андрюш, почему ты такой мечтатель? Ну, потому что я такой мечтатель, вот и все. И таких мечтателей там в этом зале было очень много. Ну, потому что, наверное, я, знаешь, в шестом классе вырезал вот все фотографии в газетах и наклеивал их в альбомы для рисования спортсменов с Олимпиады. И репортажи отдельно вырезал, да, и на другой странице их наклеивал, да. И потом получались у меня альбомы, мои личные, собственно, альбомы до сих пор есть про Олимпиаду. А я бы все... Вот поэтому я такой мечтатель, что я... Дальше я до конца буду мечтать. Я бы все вот эти 12 миллиардов, да, бросила бы на развитие просто спорта в России. Потому что, как показала последняя Олимпиада, у нас, в общем-то, результаты с каждым годом не улучшаются. Вот. И новое поколение сейчас спортсменов вообще довольно слабое, насколько я понимаю. Ну так, если посчитать, там уже больше брошено в развитии спортсменов. Взять какую-нибудь федеральную целевую программу и вы ахнете. Поехали бы... Вы знаете, сколько миллиардов уже брошено и как они не сработали. Ну, нет, это понятно, как это все брошено и в чьих карманах там все это осело. Ну, хотя бы с временами украшения. Хотя что-то и появляется вдруг. Футбол, пожалуйста. Ну, нет, я даже не это имею в виду. Вдруг в городе Портвино, которому я, в общем, неравнодушен, ну, это на краю Московской области, ну, Академгородок, где вообще ничего не строилось, кроме ускорителя, значит, в скале 27 километров в течение, там, 20 лет последних, вдруг появился ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс. И там за полгода с бассейном, со стадионом внутри, так, крытым. Что-то вдруг возникает на пустом месте. Ну, смотри, сам себе противоречий. Может, и в Сочи так же появится. А я ей механику этого... Не можешь. Вот, и вдруг ты в один прекрасный день приедешь в Сочи. Ну, а сказка появилась. Вот, видишь, да. Можно еще, чтобы такая же сказка на черкезовском рынке произошла. Вот я все тоже люблю там все время ездить, я часто там езжу и все жду. Когда же там вместо черкезовского рынка, там же все обещают спортивные разные. Я очень люблю ездить из твоих уст. Да, а я все время, я очень часто... Не, а почему? Я очень много времени провожу на Щелковске, это у меня родной район, у меня муж оттуда, поэтому я часто там очень бываю. Езжу по этой дороге, невозможно ни свернуть, ни проехать на черкезовском рынке. Что там творится, я давленько не была. Съездить не пожалеешь, между прочим. Вот, поэтому, ну что мы с вами... То есть ты понимаешь, что, ты говоришь, что Олимпиада не так важна, будет, не будет, не важно, и ты туда не поедешь. Нет, я говорю, что Олимпиада в любом случае будет. Потому что в России всегда все за все боятся, а потом что-то да будет. Вот, я говорю, это как каша из топора. Ну, это национальная особенность. Все это вот, это вот долго запрягается, потом все равно что-то да будет. Вопрос, что это понятно, что самая лучшая Олимпиада за все времена вряд ли, конечно, будет в России, но в грязь лицом, мне кажется, мы не должны ударить. Ну, как ты думаешь, многие, кстати, в связи с Олимпиадой посадят. Потому что то, о чем мы говорим, собственно говоря, свидетельство о том, что большая коррупция существует, правильно? Если такие деньги выделяются, если ничего не строится, если в Сочи приезжаешь, а дорога все одна и та же за полтора года, значит, наверное, это будет не только, с одной стороны, праздничным мероприятием, но еще и пару-тройку процессов мы тоже услышали. Дело в том, что посадят-то как раз не тех, у кого есть, не тех, в чьих карманах это осело, а тех, у кого нет в карманах и откупиться нечем. Так что посадят мелких сошек, как это обычно бывает. Контролирующих организаций, которые сейчас есть, которые контролируют все, чтобы ничего не украли. Я думаю, что... Посадят кого-то из контролирующих организаций. Посадят всех, да, всех. Сейчас очень сложная ситуация. На этой оптимистичной ноте, я думаю, что можно уже подвести итоги, потому что хорошо, мы начали про то, что Олимпиады, возможно, не будет, а закончили на том, что посадят всех. Ну, штука в том, что вот ты говоришь еще, ФОК же возник на пустом месте, да? В том-то и дело, что ФОК в Портвино, он может возникнуть на пустом месте и за полгода. А такое глобальное сооружение, как Олимпиада, оно в Сочи не может взять и возникнуть в последний момент. Этого не будет. Для всей России глобальное сооружение Олимпиада тоже, что для Портвино ФОК, собственно. Все дело только в масштабах. И поэтому я как раз склонна полагать, что на пустом месте из ничего, когда главное, понимаете, нужно дать время, собственно, наворовать. А вот когда они наворуют, сейчас они делят бюджеты. Не-не-не, сначала идет дележка, сколько я себе положу на карман. Потом он себе положил, и тут он подумал, так, а все остальное надо так грамотно потратить, чтобы никто не заметил, сколько я своровал. Сейчас идет дележка, дайте еще полтора годика поделить, а потом возьмутся за дело. Я радую. Можно Анфису Чехову вот в этот комитет 12-ти? Андрей, ты же можешь сказать, прошу. Она же чистая девушка. Человек гениально сказал, браво, просто вот пока сейчас все все наворуют, потом уже, когда поймут, что надо наворованное сохранить, вот после этого... А вот так мы легко решили, что все там все так воруют. Это вот так легко у вас получается. Потому что, конечно, если есть деньги, то их обязательно должны украсть. В нашей стране, да. Логика же такая. К сожалению, в нашей стране, да. На этой активистичной ноте я могу с вами попрощаться? Да. Ну, мы еще продолжим. Мы продолжим, конечно же, разговор об Олимпиаде неоднократно в программе «Нереальная политика». Большое спасибо Анфисе Чехову, Андрею Колесникову. И я еще раз напоминаю, не воруйте, пожалуйста. Замечательный вид открывается на вечернюю Москву из окон с висотеля «Красные холмы». Собственно говоря, здесь проходят съемки программы «Нереальная политика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова